Самая красивая дата этого года, и это вовсе не день Святого Валентина. Почти 300 пар Самарской области решили пожениться 22.02.2022. В ЗАГСах Самарской области даже увеличили количество мест для желающих связать себя узами брака именно 22 февраля. Во дворце бракосочетания Тольятти подали заявление 27 пар. Впрочем, нумерология или дань моде вряд ли помогут сохранить брак. Ведь главное – это любовь, нежность и взаимное уважение. Под марш Мендельсона две судьбы сливаются воедино. Так, во дворце бракосочетания Тольятти появляются новые семьи. Каждый вторник, среду, пятницу и субботу. Это неизменно уже на протяжении 27 лет. В день открытия дворца бракосочетания первой парой, соединившей здесь сердца, были Наталья и Дмитрия Семеновы. Сегодня, спустя 27 лет, брак здесь заключили Сергей и Екатерина. Здравствуйте! Какая у вас теперь общая фамилия? Здравствуйте! Солдат вы. Скажите, почему выбрали дворец бракосочетания? Уютная атмосфера, прекрасный дизайн, добрые люди. Наталья и Дмитрия Семеновы, семья которых здесь сложилась 27 лет назад, до сих пор живут в Тольятти. А у вас какие планы на жизнь? Ну, мы не переезжаем, не собираемся переезжать из города, так же будем оставаться. План на жизнь, воспитывать детей, работать. Дворец бракосочетания Тольятти открылся в 1995 году. Подобный ему на всю Самарскую область есть еще только в столице региона. Ирина Владимировна, дворцу бракосочетания 27 лет. Расскажите, с какими основными итогами вы прошли эти годы? Мы приближаемся к цифре 60 тысяч актов о браке, о заключении брака. Более почти 20 тысяч актов к записи о рождении зарегистрировано дворцом бракосочетания. Ну и актовые записи о расторжении, от них никуда не денешься, тоже 18 тысяч мы зарегистрировали. Первую традицию во дворце бракосочетания заложили еще в год открытия. Тогда состоялось честование юбиляров в супружеской жизни. Позже начали поощрять многодетные семьи. Теперь в числе событий, которые стали уже визитной карточкой дворца, фестиваль национальных свадеб и празднование Дня семьи, любви и верности. Многие знают акцию, которая проходит с апреля по октябрь. Опытный семейный психолог готовит влюбленные пары к совместной жизни. На слуху и рекорд России, установленный дворцом бракосочетания в 2021 году. Собрали самый большой свадебный букет диаметром 230 сантиметров и высотой 120. Чем отличается дворец бракосочетания от ЗАГСов? Дворцы бракосочетания, которых в Самарской области два, в городе Самара и в Тольятти, в первую очередь отличаются тем, что из семи актов гражданского состояния, которые существуют, дворцы регистрируют только три. Актовые записи о рождении, о заключении брака и о расторжении брака. Это такое основное, пожалуй, отличие документальное. Но самое главное отличие – это то, что мы не просто орган ЗАГС. Мы, наверное, можно уже так сказать, что культурный центр города. Яркая пропаганда семейных ценностей дает свои результаты. Михаил Мурашкин во дворце бракосочетания в четвертый раз в своей жизни. Первым поводом прийти сюда было заключение брака с супругой. Последующие три – рождение детей. Это третий ребенок у нас, сын. Он родился недавно совсем, 28 числа. Ну, получается, да, в день рождения дворца бракосочетания. Назвали Ярославом. Вес 3,70, рост 53 сантиметра. Здоровый, крепкий малыш. За 27 лет как менялось количество пар, которые приходили к вам заключать брак? И как менялся их портрет? Ежегодная такая цифра, достаточно стабильная, около 2000, чуть больше какие-то года. Это портрет, ну, наверное, в зависимости от того времени, да, которое было. То есть это наряды разных, так скажем, лет, они же трансформируются, да. Наверное, сегодня, если говорить о сегодняшних, новобрачных, стало все более так, наверное, демократично. Нет вот тех стандартов, которые обязательно, там, белое платье, пиджак, смокинг. Если раньше достаточно часто были браки с несовершеннолетними гражданами, то сейчас можно сказать, что прям вот по пальцам одной руки за год можно сосчитать. Конечно, стали старше новобрачные, мужчины, средний возраст мужчин, ну, это, скажем, 25-35 лет, средний возраст женщин, там, от 20 до 30. Сейчас это все-таки более, мы считаем, осознанный подход к созданию семьи. Мне кажется, что в этом дворце обязательно должна жить какая-то мечта. Расскажите, чего больше хотят сотрудники дворца бракосочетания Тольятти? Ну, о чем еще мы можем мечтать? О том, чтобы все семьи, которые создаются в этом дворце, в этом зале, были крепкими, счастливыми, чтобы как можно больше деток рождалось у нас в городе, и жили эти дети, конечно же, в крепких, счастливых семьях, благополучных, многодетных. В наступившем 2022-м Тольяттинце делом доказывают веру в любовь. Стимулируют романтические порывы и красивые даты, которыми радует год. Алсу и Ленар решили пожениться 2 февраля. Эта дата была свободной, мы обрадовались и решили, что так суждено, что наша дата 2 на 2 в 2022. Впрочем, работники дворца бракосочетания уверяют, на успешность брака цифры не влияют, все зависит только от супругов. Однако 2 февраля 2022-го магия чисел все-таки дала о себе знать. Брак заключили 22 пары, а сотрудники дворца зарегистрировали 200-ю запись о рождении за год. В следующую красивую дату 22.02.2022 решили пожениться почти 300 жителей Самарской области. Дворец бракосочетания Тольятти примет 27 пар. Это достаточно большое количество для буднего дня. В целом же в несвадебные сезоны здесь принимают примерно по 20 пар в день. Летом число женихов и невест вырастает вдвое. И так или иначе, за 27 лет в своей жизни дворец бракосочетания успел стать особенным для тольяттинцев. Многие поколения жителей города связывают с этим местом самые теплые воспоминания. О любви, верности и нежности. Субтитры создавал DimaTorzok